Девушки отдыхают Мы живем в мире, где мы так одержимы, обложкой, что совсем забыли, что действительно нас осчастливливает. И вот ты окружена теми, кто думает, что свобода – это ходить раздетой. Тогда получается, что так называемая свобода, к которой они тебя призывают, это не что иное, как утрата веры в себя и самоуважение. Когда каждая четвертая 14-летняя девочка в депрессии, и когда суицид – это убийца номер один среди молодежи, может, пора пересмотреть ценности, искаженные стандарты этого общества, как перепосты всего, что видишь в соцсетях, чтобы впечатлить мир. Знаю, я не имею отношения к твоей борьбе, но кое-чем хочу поделиться от сердца. Видя эти духовные болезни, чувствуешь себя бесполезным, ведь не видишь идеальной картины. Это подкралось к нашим домам, и никто не застрахован, ни мал, ни стар. А ты гостеприимно распахиваешь перед этой болезнью дверь. Тебе надо кое-что узнать. Неважно, как ты выглядишь, ты все равно более ценна, чем самое чистое золото. И в следующий раз, когда ты будешь бояться выйти из дома ненакрашенной, переживая о том, что скажут люди, или тратить часы, подбирая косметическую хирургию, чтобы кого-то очаровать, или ты съежилась от холода в одиночестве, удивляясь, как тебе удастся найти мужа, в то время, как мужчины говорят, что хотят предаваться неконтролируемой фантазии. Так запомни вот что. Твой хиджаб символизирует все, что ты стараешься защитить. Целомудрие, которое сделает тебя той, кто ты есть. Скромность, честь, уважение. И что бы люди ни говорили, это твоя ответственность. Научить мир тому, что не обязательно выставлять тело на показ, что настоящий успех никак не связан с тем, как вызывающе ты одеваешься. Смотри, хиджаб – это источник достоинства. Он дан тебе Аллахом. Это символ твоей веры, который всем дает понять, кто ты. Праведная женщина, а не рабыня общества. Более того, ты олицетворяешь наследие, историю силы и отваги, абсолютной победы. Ты олицетворяешь длинную череду женщин, которые боролись за абсолютные ценности. Как Сумайя, женщина, которую преследовали за то, что она говорила, что Аллах – единственный Господь, Которую притащили и бросили под палящим солнцем. И когда они ее высекали и били, она говорила, Бог един. И когда она повернулась и увидела слезы своего сына, чья сила была непоколебима, Абуджааль взял копье и издевался над ней. А она улыбалась в лицо смерти, зная, что ее путешествие только что началось. Она знала, что Бог с храбрыми, и она показала этим тиранам, что ничто ее не сломает. Или как Асия, та самая жена величайшего тирана-фараона, самая разбивающая сердца история, которую вы когда-либо знали. Она стала мусульманкой, она сказала ему, что больше не хочет так жить, зная, что этот человек скоро ее закопает. Женщина, у которой было целое королевство под ногами. Но когда она нашла Аллаха, поняла, что его ей достаточно. Или Фатима, дочь Мухаммада, женщина, которая проводила ночи молясь, а дни давая милостыню, как ее отец. Она была образцом честности, символом скромности, настолько, что попросила, чтобы после того, как она скончается, чтобы люди не видели форму ее тела. Аллах вознаграждает тех, кто укрывается, для добродетельной чистоты, с уважением к телу. Как Мария, мать пророка Иисуса, она была такой скромной, знала свою истинную ценность. И Аллах почтил ее самым чудесным рождением. И хоть на ее долю и выпали жизненные испытания, но она никогда не критиковала план Аллаха. И Аллах назвал ее избранной. Абсолютно из всех женщин. Так Аллах вознаграждает отвагу и терпение. Эти женщины отдали все за то, во что верили. В надежде на то, что это наследие будет жить. На то, что однажды вера женщины будет действительно означать быть сильной. Так что в следующий раз надевай хиджаб не просто как кусок в ткани, не для стильного самоутверждения, а как то, что ты носишь на голове историю этих женщин. А если пожертвуешь достоинством, тебя это никогда не возвысит. Наоборот, успех в том, когда ищешь довольство Аллаха. Субтитры сделал DimaTorzok